Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня о DaVinci Resolve. Программа во многом гениальная, особенно если говорить о цветокоррекции. Вероятно, поэтому я и не вспомнил о DaVinci, когда искал бесплатные видеоредакторы. Тогда я нашел Shotcut, программу удобную, но сильно уступающую DaVinci. Просто я использую DaVinci только для цветокоррекции, мне даже в голову не пришло, что DaVinci еще и видеоредактор. Но если вы ищете бесплатную программу для монтажа видео, лучшей, поверьте, вы не найдете. Тут есть все, что нужно для обработки видео и сделано все на очень высоком уровне. У DaVinci, кстати, есть платная версия DaVinci Studio, тоже недорогая, но она почти ничем не отличается от бесплатной, поэтому смело загружайте Lite. Тут заполняете краткую анкету и нажимаете загрузить. Почему она бесплатная, непонятно. Возможно, потому что DaVinci выпускает компанию Blackmagic, которая производит не менее культовый продукт на рынке видеопродакшена, кинокамеры и навесное оборудование. И лучшей рекламы бренда, чем бесплатная крутейшая программа по цветокоррекции и монтажу, просто не найти. А мы запускаем новый проект. Я надеюсь сделать несколько скринкастов по DaVinci, поэтому сейчас я просто расскажу, что здесь есть и какой примерно алгоритм работы. Ну, во-первых, тут есть вот эти нижние закладки. Это основные рабочие среды. Удобно, что они разнесены каждый на свое окно. Здесь вы добавляете файлы в проект. Здесь монтируете видео. Здесь делаете цветокоррекцию. Здесь работаете со звуком. Очень, кстати, удобно. Этого раньше не было. И здесь выставляете параметры оцифровки. Тут окно выбора проекта, с которым вы работаете. И настройки. Сейчас очень коротко расскажу о каждой панели. Добавить файлы в проект можно просто перенося файлы из менеджера в Media Pool. Это окно, где собраны все треки, с которыми вы работаете в проекте. Он, кстати, предложит поменять настройки проекта, если установки по умолчанию не соответствуют настройкам треков. В большинстве случаев с этим нужно согласиться. А можно воспользоваться закладкой Media и сделать то же самое. Находите папку, в которой лежат ваши треки и добавляете в Media Pool. Это, кстати, я в роли кота. Треки появятся в Media Pool. Закладки Edit, то есть монтаж. Алгоритм работы в DaVinci, в общем-то, такой же, как и в ShotKat, да и вообще во всех видеоредакторах. Вы просто добавляете треки на монтажный стол и начинаете работать. Как завещал Винни-Пух, отрезаете все ненужное и оставляете все нужное. Либо просто перетаскивая край кадра, нажав левую кнопку мыши, либо воспользовавшись лезвием. То есть разрезаете трек и, выделив ненужный кусок, нажимаете Delete. Потом просто стыкуете кадры. Для удобства тут есть несколько дорожек, точнее неограниченное количество. И вы можете класть треки на разные. Кстати, чтобы растянуть монтажный стол по длине, нужно нажать Alt и покрутить колесо мыши. При таком расположении треков видео будет идти всегда только с самой верхней дорожки, а аудио со всех дорожек одновременно. Поэтому, чтобы избежать какофонии, какие-то треки можно отключать, нажав Mute, то есть замьютить, как поется в одной песне с плена. Кстати, напишите в комментариях, какой. Либо можно опустить уровень громкости трека в инспекторе. Это одно из основных рабочих окон закладки Edit. Тут можно крутить настройки отдельных треков. По звуку, в принципе, можно настроить только эквалайзер и громкость. Тут же, кстати, есть ключевые точки, основная фича, которая отличает DaVinci от ShotKart. Да и вообще отличает профессиональную программу от игрушки. Но про ключевые точки это в отдельном видео. А вот по видеотреку тут уже можно много всего поменять. И размер, и положение окна, и покрутить его можно. В общем, тут много всего. Этим окном я пользуюсь достаточно часто при монтаже. Кроме окна инспектор, тут есть мета-дата, описание трека, в принципе, ненужное окно и микшер. Регулировка каналов по громкости. Тоже практически ненужное окно. Трек по звуку лучше равнять в закладке Fairlight. Но точно важным и часто используемым окном является вот это. Библиотека эффектов. Тут собраны все эффекты, которые вы можете применять к видео и аудио, включая переходы. Вот это аудиопереходы. Crossfade, перекрестный наплыв треков. Очень часто используется на монтаже. А вот видеопереходы наоборот очень редко. Все эти крутящиеся и вылетающие картинки это дурной тон. А вот тут собраны видеоэффекты. Их очень много, и учитывая наличие ключевых точек, они дают огромный простор для творчества. Следующая закладка, закладка цветокоррекции. Я даже не буду начинать про нее рассказывать. Цветокор тут очень крутой. В принципе, в DaVinci красит кино, то есть им пользуются профессионалы. И это уж точно тема для отдельного видео. Дальше окно Fairlight. Тут дорабатывают звук. Можно регулировать дорожки, отдельные треки, а используя ключевые точки, отдельные куски треков. И последняя закладка Deliver. Производство, выгрузка. Это уже настройки оцифровки. Тут тоже есть о чем сказать, но в большинстве случаев нужно просто ставить формат MP4, кодек H264. Хорошо бы еще заглянуть в аудио. Кстати, вот это важно. Тут надо поставить main1, иначе он выгрузит только одну аудиодорожку. И остается добавить название файла, выбрать, куда его выгонять. И нажать старт рендер тут. Все. Сейчас он все отрендерит, и у нас будет готовый файл. Наше отмонтированное видео. Я с самого начала знал, что описать DaVinci в одном уроке невозможно. Это действительно профессиональная программа, и она, при том, что предельно проста и ориентирована на пользователя, имеет очень много возможностей. Так что продолжение следует. А вот насколько подробным будет это продолжение, и сколько уроков еще я сделаю, зависит от вас. Так что голосуйте лайками, комментариями и перепостами. Ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok